Итак, уважаемые зрители, покинул я территорию Киты-Иванца-Мебуля. Вот здесь свершилось чудо. Я на почту успел, взял свои модельки. Обязательно сделаю обзор распаковки, чтобы показать, что же пришло. Ну и, пожалуй, у меня только вот два лота еще выписаны. Очень интересная. Но они придут, наверное, уже где-то в конце октября или же в начале ноября. Потому что часть из этих машин просто пока анонсирована, но в интернет-магазине их еще нет. Ну а когда уже будет сформирован этот весь заказ, то магазины мне уже их вышлют. На этот раз дорога была не длинной, не долгой. Где-то около, по-моему, десяти дней. Сейчас даже я могу уточнить уже по сайту. Вот сейчас, момент. Десять дней, неделька была. И еще только одна у меня осталась, которая сегодня привыла в Тбилиси. И ее нужно будет еще завтра вынести. Вот так. Сегодня она прибыла в Тбилиси. Пока она в аэропорту, вот в этом центральном распределительном узле. И утром ее доставят уже в мое почтовое отделение, после чего я смогу ее взять. Но завтра я очень сомневаюсь, что у меня получится вообще заниматься какими-то делами в первой половине дня. Исходя из того, что завтра Тбилисоба и москвичей. Десять утра уже выходим на арену, чтобы все это вовремя снять. И вовремя перегнать. Потому что если это ночью все будет в эфире, то это уже никому не будет интересно. Хочете, чтобы это вовремя, по зрителям нашему видели. Какая огромная луна. Люди, вы видите. Вот она, на сегодня. Какая грязища. На этих моих парпризах. Это на телевидении машина стоит. Это там что-то с елок что-то опадает. Такое липкое. Сейчас кажется лучше. Но луна мега. Гала. Что-то такое. Последнее время это полнолуние. Какое-то бывает сверхчеловеческое. Сверхчеловеческое. Но оно не человеческое, оно лунное. Кстати, вот Китай отмечает день полной луны. Вот сейчас. Вот сзади меня тоже какой-то безумец. Приготовьтесь. Вот давайте. Опа-па-па-па. Вот так. Вот так. Нужно вот поднять шум такой. Чтобы всем показать, что это я еду. Это я. Это я. А вы все остальные должны вообще исчезнуть с моего пути. Но самое интересное, что когда никого нет ночью, вот эти вот шумные машины, которые создают дискомфорт на дороге, они очень медленно наедут на грозном. Вот так. Вот так. Вот так. Вот так вот нужно было. Именно вот так нужно было проехать. Вот с таким вот шумом. Это он. Я самая крутая на Таганке, да? Я в супермаркет въезжаю на танке. Помню, такая песня была в 90-х. Вот он тоже самый крутой на Натлукской улице. И он влюет на все светофоры. И вообще светофоры ему по колено и чуть-чуть ниже даже. Даже ниже. Ниже плинтуса. Со стумро. Ого. А здесь еще есть у них шашлычная при гостинице. Сам Цуаде. Да, Цуаде. Сегодня список ресторанов был вынесен вот этими людьми, которые приехали из России, из Украины, с Украины, из России. Или из Украины, да? В Украину, да? Правильно. А все время говорили раньше на Украину. В Украину, в Москву, в Киев, да? Ну, в общем, релаканты из наших соседних братских бывших республик, они вот какой-то бизнес открыли, но вот сейчас продают, дорогие друзья. Это, значит, ресторанов 10 говорят, что хорошо работающих. Это означает, что либо не оправдал здесь себя этот бизнес с одной стороны, либо они сами куда-то решили уехать, ну, либо еще что-то там пошло не так, потому что человек, у которого все идеально в бизнес-делах не будет от своего дела отказываться, да? Хотя обстоятельства бывают разные. И при этом параллельно есть информация о том, что вот некоторые объекты, которые тоже под менеджментом или же во владении релакантов, они прекрасно работают и показывают очень высокие результаты. Вот, кстати, я вам покажу, у меня снято очень интересное кафе. Вот сегодня собираюсь уже начать выкладывать эти материалы, связанное с бизнесом украинским. Приехали сюда люди, которые открыли это кафе. Ребята тоже там, персонал тоже украинский. частично-частично грузинские, но люди, которые владеют там и русским языком, там, чтобы не было проблем с коммуникацией. И вот там ребята, которые вот недавно приехали, грузины по происхождению, они вот уже свою практику, так сказать, углубили и говорят по-грузински. Правда, еще там это далеко до совершенного какого-то диалога-монолога. Но при всем этом это уже очень отрадно, что люди изучают свой, в принципе, родной язык, потому что я с ними общался, у них фамилии грузинские. Вот вы увидите этих ребят обязательно по картинке в моем видео. И блюда у них фантастические. Называется заведение «Святой кролик». Вот, «Святой кролик». Сан-Банни. Вот так, Сан-Банни. Но парадокс, что у них фирменные блюда тоже из кролика. То есть, если кролик у них святой, то они его вот так вот по-живодерски кушают, разделывают. Вот. Знаете, я вообще-то люблю вот такого запеченного кролика. Чахух-били, да? Чахух-били из кролика очень вкусно. То есть, я не вегетарианец. Нет, дорогие друзья. Люди это такие же животные и дикие существа, как и медведи. Хотя медведь вообще он, да, может быть на этом, на ягодах. Ну, как вот львы и тигры давайте так возьмем, чтобы не было у нас проблем с уроками зоологии восьмого класса. Ну, короче говоря, мы поели там рыбу с пюре. Вот такой у нас был советский ужин. Красная рыба с пюре. Очень вкусно. И вот такой хороший вкус. Запеченная была красная рыба. И сервировка очень красивая. Там они принесли еще такую колбасную доску, мясную доску, сырную доску. Все это очень было красиво вот так оформлено. Я вам покажу обязательно свои фирменные у них лимонады. Ну, лимонады фирменные теперь это не какое-то удивление для нас, потому что во многих наших местных ресторанах, вот как он едет, как инвалид мозговой. Ужас, 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 ужас. Некоторые полностью отключенные. И, в общем, там было очень хорошо. Мы там снимали. Мы там другую тему снимали. Модную, модную тему. Тема моды. Но при всем этом я переключился еще и на вот освещение того места, где мы находились, той локации, где мы находились. Поэтому это было все очень актуально и интересно. Ну, и фотографии обязательно вам покажу. И выложу я вам видео. Я думаю, что вы будете довольны, дорогие друзья. Вот новый объект, который в Тбилиси появился. В центре города он, между прочим, тоже вот на проспекте Куставо. За гостиницей Румс. Там улица Чарлья Лидзи. И нужно вот прямо вот за отелем Румс, который я в предыдущем ролике вам показывал. Там все это и расположено. Там новый корпус. И вот такой маленький дворик локально сделанный. Вот в этом дворике на небольшой террасе открыт этот объект общепита. Там тихо, спокойно, уютно. И вот очень высокий уровень обслуживания сервиса. Все очень организовано, гостеприимно. Вот с такой подчеркнутой изысканностью. И фантастические у них сладости. Дорогие друзья, это десерт. Правда, мы после первого и второго уже там лежали. Но десерт был такой, что вот, естественно, отказаться было невозможно. Вот как-то это называется. Знаете, вот такие были пирожные. Мечта они назывались раньше в моем детстве. Там внутри был крем очень вкусный, а сверху шоколадная глазурь. А само вот это вот тесто было похоже на шу или же на трубочки какие-то. Очень вкусно это было. И заварной крем внутри был очень такой насыщенный и ароматный. Видно, туда они добавили ваниль был, ванильный сахар. В общем, все, что нужно. Немножечко лимонным. Там все это так вот. Нотки были такие лимонные. Так что мне очень понравилось. А вместе с чаем и кофе подавали в маленьких таких аккуратных розеточках с высокими бортами кусочки халвы. Которую тоже они делают сами. Вот я вот так вот все это литературу описал. Вы, наверное, уже поняли, какой я голодный. И что теперь происходит, что я сейчас сам себя вот так вот развлекаю описанием еды на картине Грабаря. Помните, как в школе это было на картине Грабаря? Или же картина «Опять двойка». Это вообще шикарная картина. Это моя любимая картина «Опять двойка». И еще я очень любил картину «Дочь Киргизии». Если помните, вот мы описывали ее. Вот сзади были цветные вкладыши. Вот «Дочь Киргизии». Ну и вот «Дочь Киргизии». Вадим, не холодно? Уже, по-моему, холодно. Вот они что, они свои эти открыли телеса. Уже холодно так ходить по вечерам, во всяком случае. Дорогие друзья, я с вами прощаюсь. До встречи. Спасибо за внимание.